Уважаемые друзья, приветствую всех вас, я продолжаю отвечать на ваши вопросы, а также нередко случается так, что в социальных сетях поднимается какая-то тема, она очень бурно эмоционально обсуждается разными людьми, и в такие моменты я понимаю, что здесь мы вот нащупали какую-то болевую точку в духовной жизни церкви, и стоит остановиться на этих вопросах и более предметно разобраться. Как раз вот случилось так, что последние выпуски нашего проекта Альманаха были посвящены вопросам, что делать с непослушными членами церкви, что имел в виду апостол Павел, когда сказал «Извергните развращенного из среды вас». Что такое отлучение от церкви? Что имел в виду апостол Павел, когда сказал человека, который не послушает слово нашего, имейте на замечании, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. И вот эти вопросы были собраны в один блок, и многие известные пастыри и служители отвечали на эти вопросы, как они это видят, понимают и практикуют в своих поместных общинах. Но, как я уже сказал, ответы этих священнослужителей вызвали достаточно бурную реакцию, и это, конечно, наводит на мысль, что здесь и кроется определенная болевая точка, и потому хочется немножко больше поговорить об этом. Я, конечно, понимаю, что все, что я сейчас скажу, это всего лишь мой взгляд на вещи, и я не исключаю того, что я тоже могу в чем-то ошибаться, но, по крайней мере, меня удивляет такая бурная, агрессивная реакция на церковные дисциплины. Вообще, мне кажется, мы живем в такое время, когда любое обличение, любая подсказка, даже конструктивная критика воспринимается очень агрессивно. Ну ладно, это в светском обществе. Мы привыкли читать эти комментарии, мы видим, как люди могут хамить, проклинать друг друга, открыто ненавидеть, использовать самые изощренные такие выражения, чтобы досадить собеседнику, унизить, оскорбить, раздавить. Используются все различные компроматы один на другого. Но когда мы говорим о церкви Христовой, я не перестаю удивляться, откуда столько агрессии в сердцах верующих людей, особенно когда мы говорим о дисциплинарных мерах. Об этом сказано в Евангелии много раз. Это же не я написал, и не мы придумали такие постановления, давайте абстрагируемся, не питайте никакой личной неприязни ни ко мне, ни к другим священнослужителям. Мы ссылаемся на известные тексты апостолов. Повторяюсь, этих текстов много, достаточно много. И такая практика, как замечание, как выговор. Например, Христос говорил, выговори ему. Она практикуется в ваших церквях? Или это сразу же перерастет в конфликт, в открытый? Если кто-либо откроет рот, чтобы мне выговорить или мне подсказать. Я понимаю, что мы все люди чистолюбивые, и мы защищаем свою репутацию, и у нас сразу найдется, что ответить. И в крайнем случае, как бы мы отвечаем на себя, посмотри, ты ищешь бревно в моем глазу, или сучок в моем глазу, а бревна в своем глазе не видишь. У нас всегда найдется, что ответить. Но обличение, оно включено в систему воспитания. Это обязательно, а как по-другому. Но давайте по порядку. Я свой ответ разделил на три части. Прежде всего, я хочу сказать, что дисциплина и подотчетность — это библейская практика. Мы все должны понимать, что вот это стремление к независимости, когда мы абстрагируемся, когда мы выталкиваем всех наставников из нашего круга, когда мы не хотим, чтобы кто-либо нам доставлял дискомфорт, показывая на наши ошибки, это достаточно опасное состояние. Можно я упрощу свой ответ? Если вы болезненно реагируете на любую критику, это говорит о том, что вы внутри ранены, это говорит о том, что ваше духовное состояние находится в критическом таком состоянии. Вы должны понимать, что подотчетность, послушание, субординация — это абсолютно библейские истины. И сам апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, который не один раз имел личную встречу с Иисусом Христом, пошел в Иерусалим, им, чтобы представить перед апостолами свое богословие, во что он верил. И знаете, что меня больше всего удивляет, что он туда пошел по откровению. То есть Господь Иисус, который давал откровение апостолу Павлу, в каком-то смысле потребовал от Павла через откровение, чтобы он пошел к апостолам и сверил, как мы выражаемся, часы, чтобы апостолы послушали его богословие, чтобы Павел представил на суд других людей свое учение, как он сам пишет, не напрасно ли я трудился и тружусь. Это, конечно, делает человека достаточно смиренным. И мне кажется, если бы не Господь через откровение, Павел бы никогда не пошел к апостолам, чтобы те проверяли его богословские взгляды. Но Господь нас стоял. И в этом отношении мы все должны быть достаточно скромными и смиренными, чтобы подсказывать друг другу и обличать друг друга, если мы в чем-то неправы. Более того, посмотрите, Павел, апостол, позволял себе делать замечания в адрес другого апостола Петра. И он пишет в послании Галатам, я обличил его при всех. Павел обличал Петра. И он оставил это даже на страницах священных писаний, мы об этом читаем. И что меня удивляет, что Петр не огрызнулся, что Петр ничего не сказал вопреки. Похоже, по ситуации Петр принял обличение, и ситуация выровнялась, и они остались друзьями и сотрудниками в служении. Но сегодня, когда мы делаем какие-то замечания малейшие друг другу на основании священных писаний, когда очевидно кто-то отступает от стандартов священных писаний, мы встречаем жесткую критику и оскорблением в наш адрес. Я думаю, что это показывает, насколько в плохом духовном состоянии многие люди находятся. Давид, например. Ну, Давид — это образец, это пророк, это сладкий певец Израиля, это человек, которому Бог дал обетование, не прекратится муж, сидящий на престоле твоем. Великий человек. Но он писал в своих псалмах «Пусть обличает меня праведник». Это лучший елей, который не повредит моей голове. И потому мы должны согласиться, что в Царстве Божьем нет независимых людей, что мы все в этом отношении созависимы и должны подсказывать друг другу и обличать один другого, как учит нас Библия. Второй момент, о котором важно сказать, как поступали апостолы, когда видели людей непокорных, непослушных в церковной среде, как они вели себя в ответ на такое поведение отдельных людей. Я хочу предложить вам три текста. В первом послании к Тимофею апостол Павел наставляет молодого Тимофея и говорит, что ты должен воинствовать, ты должен беречь веру, ты должен быть добрым воином. И потом говорит, береги веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы и называет имена. Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. То есть он называет имена людей, которых, скорее всего, знали. Эти люди были из их круга общения, но Павел называет прямым текстом. Когда я в своей практике иногда один раз за 10 лет или за 5 лет в осторожнейшей, в самой аккуратной форме упоминал имена отдельных уже людей, которые открыто делали какие-то еретические заявления, я сразу же нарывался на критику, о, ты переходишь на личности. Александр зря ты это сделал. То есть как бы в наш век не принято называть имена. Говори как бы о сути проблемы. Мы стали очень-очень толерантны. Апостолы называли имена людей, которые вели себя неподобающим образом. Во втором послании к Тимофею 2.17 Павел снова упоминает, слово этих людей будет как рак, взятое с греческого, как гангрена. Оно будет распространяться. Опять он упоминает, таковы именей и филит, которые отступили от истины. И говорят, что воскресение уже было, разрушает в некоторых веру. То есть этих людей обозначали, имена этих людей обозначались. Церкви об этом оповещались. Вы скажете, это как бы не тактично, это не культурно, это унижает этих людей. В наше время, наверное, бы в суд подали на апостолов за то, что они, можно сказать, разрушают их репутацию. Но так поступали апостолы, потому что видели опасность, и они не отвечали обтекаемым образом, они говорили очень прямо. Еще один пример — это Третье послание Иоанна. Здесь он пишет о некоем диатрефе. Любящий первенствовать, у них диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и, недовольствуясь тем, еще и не принимает братьев, запрещает желающим, изгоняет из церкви. То есть человек явно распоясался, ведет себя вот таким образом, и апостол, опять же, обозначает этого человека. Конечно же, это внутренний конфликт. Это, грубо выражаясь, разборки. Внутри церковные, внутри общины, разборки. И апостолы вели себя вот таким образом, когда они упоминали имена этих людей и предупреждали церковь об опасности. В другом месте апостол Павел говорит, чтобы согрешающих обличать перед всеми. Подумайте, как часто вы такое можете встретить в церквях, чтобы согрешающего человека обличали перед всеми, чтобы прочие страхи имели. Похоже, что эти рекомендации апостолов давно вышли из нашей практики. Поэтому я думаю, что в этом отношении мы отходим от этих стандартов, которые ясно прописаны в священных писаниях. Как это правильно делать, я сам не знаю. Это очень сложно и непросто. Но с другой стороны, без этих дисциплин, без этого порядка, без этих принципов, очень сложно будет управлять общество. Потому что эти люди позволяют себе распространять ереси, распространять клевету. Например, текст, который написал апостол Павел. Человека непослушного, который не слушает наших слов. Поставьте на заметку, обратите внимание, этот человек бунтует, этот человек сопротивляется, этот человек открыто выражает несогласие. Не сообщайтесь с ним. То есть как бы не поддерживайте его инициатив. Вы же понимаете, что он делает. И Павел дает наставление, не сообщайтесь с ним. Считайте его за брата, принимайте его как брата. Но пусть он устыдится, пусть он останется один со своими такими настроениями. Пусть он не найдет поддержки в вашем окружении. Вы понимаете, как это останавливает развитие вот этого воспаления и заражения. Пусть эта точка зрения не найдет поддержки в вашей поместной общине. Как апостолы за это переживали? Вы скажете, не демократично, слишком авторитарно? Да, потому что апостолы представляли истину. И они за эту истину сражались. И если позволить любой точке зрения иметь место, то обычные люди, которые плохо ориентируются в богословии, они запутаются. Общество изнутри разделится, все рассыпется, все будет дробиться. Потому что да, апостолы применяли такие методы, и они обозначали этих людей, они называли их имена. Они вводили это в практику ради устройства поместных общин. Они таким образом сохраняли людей, предостерегали общество от распада. Да, апостолы не были демократичными. Пусть каждый имеет как бы возможность высказывать свою точку зрения. Это неправильно. Это неправильно, потому что оно разобьет церковь изнутри. В наш век, похоже, с этим вдвойне сложно. Очень сложно. Во-первых, мы, обычные служители пастора, не имеем такого авторитета, как апостолы. Во-вторых, век такой, когда любая точка зрения имеет право на самовыражение, и люди очень болезненно реагируют на любые замечания и так далее. Я знаю пастырей в своем окружении, на которых в суд подавали только за то, что пастор взял его на заметку или обозначил его перед всей церковью, предупредил, будьте осторожны с этим человеком. Как бы за моральный ущерб, который пастор нанес этому человеку, на пастора подавали в суд на очень крупные суммы. И, живя в демократических государствах, пастора действительно могут посадить за такие вещи. Потому в этом отношении хочется пожелать только мужества пасторам и мудрости, защищать тело церкви от таких людей. Но это вот второй такой пункт. Третий пункт, который тоже очень важен в нашем разговоре, касается злоупотребления пасторскими полномочиями, превышения пасторских полномочий. И это тоже нужно отметить. Я понимаю, что все люди амбициозны, и любой человек, который получает больше прав, чем другой человек, он рискует тем, что может злоупотреблять своими полномочиями. Но управляя обществом Господним, управляя церковью, каждый священнослужитель, каждый пастор прежде всего должен понимать, что он становится на очень тонкий лед. Боже упаси, чтобы такой человек злоупотребил вот этими полномочиями, которые доверил ему сам Господь. Да, сам Господь поставляет пастырей, учителей, евангелистов, пророков, апостолов для усовершенствования святых на дело служения. Да, но апостол Петр, например, пишет в своем послании, чтобы эти люди не господствовали над стадом, над наследием Господним, но чтобы подавали пример. Он как бы противопоставляет две модели управления обществом, церковным обществом, церковью. И он говорит, можно господствовать, требовать, применять свои полномочия, пользоваться своим положением, авторитетом, возрастом, саном священнослужителя, а можно подавать пример. И пример он воодушевляет. Пример не принуждает. Пример вдохновляет человека последовать за кем-то, да? И вот апостол говорит, что не пользуйтесь первым методом, пользуйтесь методом примера. Подавайте пример стаду. Поэтому в первом послании к Тимофею Павел говорит, что обвинение на пресвитера можно принимать и даже нужно. Но это должно происходить при двух или трех свидетелях. То есть должны быть люди, которые были свидетелями, когда пресвитер или пастор, по-нашему говоря, нарушал какую-то моральную этику или богословскую этику, отступал от каких-то стандартов. Но пастор не может прикрываться мандатом своей неприкосновенности. Я понимаю, что в отдельных, особенно харизматических кругах развилось такое настроение, такое учение, что как бы не прикасаться к помазаннику Божьему. Это так. Это так. Если он правда ставленник Божий, если он правда помазанник Божий, нужно всегда это иметь в виду. И лишний раз не открывать рот, и быть очень осторожным, потому что мы видим, что это небезопасно по истории. Давид в этом отношении, конечно, удивляет. Он категорически отказался как бы ускорить процесс и сесть на престол, потому что Бог его уже помазал на престол вместо Саула. Но он видел только один из трех вариантов исхода дела. Он сказал, или пусть Господь поразит Саула, или он пойдет на войну и там погибнет, или умрет просто своей смертью. То есть Давид вот так видел исход дела. Но я руки свои на помазанника не подниму. При всем том, что Давид хорошо понимал, что Господь уже забрал свое помазание с Саула. Саул не оправдал надежд. Но Давид почему-то вот так поставил эти вопросы. И несколько раз, я позволю себе сказать такое слово, Господь провоцировал Давида, отдавая Саула полностью в руки Давида, когда Давид мог его убить, или один раз это был даже не Давид, а Овеса, его помощник. И они только глазами переглянулись с Давидом, потому что вдвоем были возле спящего Саула. И Овеса мог бы его пригвоздить к земле, и через сутки двое Давид бы сел на престоле в Израиле. Но Давид даже своим молчанием сказал, не делай этого. Это, конечно, удивительно, почему так Давид себя вел. Потому мне бы хотелось сказать, что в минуты таких смут народных, или если в церкви брожение, если какой-то раскол назревает, если есть какие-то подозрения в адрес пастора, не спешите становиться в группу оппозиционеров. Будьте осторожны, чтобы вы лишний раз не погрешили этим перед Господом. Потому что одно дело, когда Бог снимает Саула с позиции царя, и другое дело, когда люди свергают Давида, когда Овесалом нашел поддержку в лице определенного процента населения Израиля, и они свергли Давида. С той стороны, со стороны общества, там трудно даже и разобраться, какая разница между Саулом в свое время, которого Господь снял, и Давидом, которого люди скинули с престола. Трудно, правда, разобраться. Но на самом деле там была очень большая разница между отвержением Саула и свержением Давида. Потому что Саула отверг Бог, а Давида сместили люди. Поэтому будьте очень осторожны. Такие минуты доверяйте Господу, много молитесь, и бойтесь вот такой открытой антипатии и агрессивной реакции в адрес руководителя. Им непросто, руководителям непросто. Я уже много лет нахожусь в этой роли, я вам скажу, это очень непросто. И иногда такие мысли посещают, что доделайте, что хотите. Но в тот же момент ты понимаешь, что оно все развалится, что люди растащат это по кускам, по частям. И потому ты набираешься мужества, ты молишься перед Богом, и все равно держишь это. И кого нужно обличаешь. Это очень непросто. Поэтому молитесь за служителей, за пастырей. Но в то же самое время, да, я признаю эту проблему, этот порог, что многие, многие, к сожалению, священнослужители злоупотребляют своими полномочиями. Из-за этого они порождают такую реакцию, что люди разбегаются, что люди потом очень болезненно реагируют на любую критику, на любые замечания, на любые обличения. И потому да поможет нам всем Господь помнить, что мы общество Господне. Помнить, что Господь поставил пастырей. Помнить, что мы должны быть послушными, как и написано, что меньшие повинуйтесь вашим наставникам, чтобы они это делали с радостью, чтобы они не воздыхали, потому что это для вас не полезно. Так написано в Слове Божьем. Помоги нам всем, Господь, в этих вопросах. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кул��